После терактов в Париже и Брюсселе были задержаны десятки подозреваемых. Выяснилось, что некоторые из них прибыли в Европу под видом беженцев. Это говорит о том, что система проверки мигрантов на границе работает неэффективно. И под видом соискателей убежища в ЕС могут попасть радикально настроенные элементы и террористы. Депутат Европарламента Сандра Калне считает, что для решения этой проблемы необходимо создать единую службу развивки. Необходимо знать, пересекал раньше этот человек границу Европы или нет, откуда он пришел и зачем. Нужно убедиться, говорит человек правду или рассказывает о себе сказки, как это часто бывает. При этом Сандра Калне это не считает, что беженцы, которые сейчас стремятся попасть в Европу, связаны с терроризмом. Большинство тех, кто участвовал в терактах, граждане ЕС. Это люди из мусульманских семей третьего и четвертого поколения. Они выросли в Европе, но потом приняли радикальную идеологию. Сейчас у нас есть Интерпол и несколько отдельных агентств, но общей службы у нас нет. Конечно, ее нельзя создать в один день, но важно планировать создание подобной структуры. К тому же, по словам Калне, это необходимо внедрять разведку в лагеря ИГИЛ на местах и отслеживать действия террористов до того, как они попадают в Европу. Там четко говорят, что хорошо, а что плохо, во имя кого надо умирать. Бороться с подобной идеологией очень трудно. Для этого нужно развивать социальную сферу, создавать рабочие места, выстраивать систему образования в противовес этой идеологии. Депутат Ивета Григула с этой позиции совершенно не согласна. По ее мнению, Европа должна закрыть свои границы для мигрантов. Это нужно было сделать еще в прошлом году, сразу после терактов в Париже. Нужно было закрыть внешние границы максимально быстро. Если этого не делает Европейский Союз централизованно, то у отдельных стран есть полное право охранять свои границы. Нет ничего важнее безопасности своих жителей. Права человека и другие подобные ценности, о которых в частности говорят в Европейском парламенте, это уже вопрос второй важности. Депутат Андрей Мамыкин считает, что после закрытия так называемого Балканского маршрута мигранты могут отправиться другим путем через Украину, Польшу и потом Латвию в сторону Скандинавии. Мы в Латвии как будто относительно хорошо охраняем свои границы с Россией и Белоруссией. Но недавно был случай на КПП Зилупе, когда двое пограничников, рискуя собственными жизнями, задержали 9 нарушителей границы. Хорошо, что задержали. А если бы нарушителей было 20 или 100, успели бы наши пограничники? Сомневаюсь. В отличие от своих коллег, депутат Кришиан Искаринч считает, беженцев или угрозы террористов в Латвии бояться не нужно. Я не вижу причин бояться чего-либо. Нам надо думать о том, что мы можем сделать, чтобы улучшить свою безопасность. Основа – это союзники. Мы являемся частью военного альянса НАТО, мы часть Европейского Союза. Кришиан Искаринч выступает против закрытия внутренних границ Европы. Это имеет важное экономическое и социальное значение. Наши предприниматели могут перевозить товар без таможенных взносов. Люди могут свободно путешествовать или отправляться на учебу и работу. Чтобы эти процессы продолжались, необходимо сделать две вещи – укрепить внешние границы, чем сейчас, в частности, занимается Латвия. И, во-вторых, службы безопасности разных стран должны тесно сотрудничать между собой. Комментарии о том, какая сейчас атмосфера царит в Брюсселе и в Европарламенте, тоже разнятся. Ощущения неприятные, очень неприятные. Хорошо, что в Латвии пока все спокойно. Это пока. Как долго это продлится, я не знаю. Все будет зависеть от наших политиков, от правительства и их решений. Жизнь должна продолжаться. Надо двигаться вперед. Одна из целей – террористов. Запугать общество и остановить развитие экономики. Мы не должны этого допустить. Мария Андреева, Владислав Корякин, Алексей Иванов, Даудком ТВ.